всем доброго времени суток сегодня вот у нас от степель в беларуси и в беларуси решила пройтись немного по пасеке послушать что пчелы сделают некоторых семьях видно не видно они сидят летках уже сегодня им молол пудру сахарную буду канди делать положу потому что мороза передай и вот 13 ульев заселенных все таки в одном уле солны на стук не отозвались вот в этом семья довольно хорошая была сильная все воды и мед неплохо давала ну результате этой зимовки она пропала а в общей сложности она прожила улья наверно вот если посчитать 3 4 5 6 7 все такого 8 лет прожила на в этом уле семья не пропадала никогда за зиму словил я это трой можно сказать возле поля в кустах посадил и вот он семь лет прожил эту зиму не перезимовал хотя осенью было здесь у меня плотных 8 рамок 2017 год ну почему-то они не перезимовали было 8 плотных рамок шел я подкормил хорошо на зиму посмотрим что у них паук даже бегая так конечно 7 это не жалко ну что поделаешь сейчас посрываем потолочины потолочины сорвали здесь за перегородкой мертвые пчелы так перегородка у нас плотно стояло под низом только шелина немного потолочили пример немного опоносились они шел что-то не видно совсем с этой стороны немного пчелы сейчас открыли вот в крыша опертая в соседней улей надо не стучать лучше сейчас сделаю чтоб не присоединялась а то будем стучать до кучонок без волноваться в соседней улей сейчас посмотрим что у нас тут доску вроде сорвали хорошо хорошо проклеили блять извиняюсь за нас вот упала наша крыша на соседней улей стукнуло по улью довольно громко упала крыша из за то что там банка стояла трехлитровая которую я осенью ловил вот и эта банка подпирала крышу нашу но она вон упала что тут соседней улей соотлядом немного слышно пчелы заволновались конечно от такого стука да чтоб не волновались да прямух колышки сейчас посмотрим что в семье мед есть вот пчел немного сейчас посрывать рамки надо взбиваю их ладно за них срывать в пустом улье можно так вот срывать рамки что они пропали вот крайняя рамка у нас меда здесь сироп не запечатан с этой стороны тоже мед сироп не запечатанный если бы с голоду пропали так думаю сироп то они взяли что-то пчел не видно вообще здесь также мед есть и сироп и шейка это с внутренней стороны здесь есть у нас сироп и мед ну вот сверху выбрали самую часть вот эту вот часть выбрали они так вот посюда вот где палец снизу это у нас получается третья рамка от краю на ней были пчелы здесь вот так же видно пчелы вот расплод растили ну что-то пчел то немного много с этой стороны также видно по меду снизу сироп и здесь сироп снизу вот немного расплод но из-за расплода они пропасть не могли вот и пчелы все что-то немного пчел град семья хорошая осыпалась зимой за то что расплод растил так там у меня было наверно пол литра пчел а тут их если таким слоем по улью наверно и пол литра на собираешь может матки не было где по осени придавил ну сейчас посмотрим вон клешт видно на пчеле ну клештая вроде обрабатывал и здесь также вот часть выгрызли это видно такой клуб был вот считать если третья рамка покрывающая была то раз два рамка вторая рамка вот на третьей видно было присутствие пчел это вот пустая у нас рамка но мед сверху есть скорее всего или матки не было по осени где-то попалась она под рамку вот здесь тоже первого видно что меда море здесь мед сверху сверху над есть полы из-за это не могли пропасть вот крайне нам это тоже полная меда и сиропа видно в ячейках бустить сироп и это вот все пчелы у нас пчелы за перегородкой надо сказать наверное литерно собирается вот это всех рамок у нас получается одна две три четыре пять шесть семь восемь рамок с этих восьми рамок у нас пчелы сидели вот на этих двух центральных расплод есть и вот третья покрывающая видно пчелы были вот видно пчелы здесь сидели и на этой тоже это вот остались зимовать они на двух центральных рамках и здесь на покрывающих сидели снаружи а эти две рамки были неактивные эти две неактивные пропали скорее всего что где-то по осени матку я их не кладу вот такая семья была восемь здесь плотнющих рамок пчел было осталось пару жмень на низу но среди них матки особо не видно на пусту я эту этих пчел подбор на настойку сделаем подбор пчелины вот если смотреться матки то особо не видно где-то должна по центру была облежать синички также много лазили а ну с этой стороны думаю матку бы замечили не видно матки это получается где-то я по осени матку хотя что я говорю если по осени матку то убрал расплода мне было где сделал центр иначе матка где-то тут среди этих мертвых пчел был один год что продавил я матку потолочиной она так пропала но семья перезимовала сильная семья была и весной когда уже роевые матки пошли я подсадил ее та семья до сих пор и что живет это уже годов наверное шесть назад было пять так та семья живет до сих пор что матку по осени я продаю потолочной потом подсадил сраевых уже весной они уже хотели матку так я ее даже не это не накрывал ничего так молодую с маточника бросил улей она забежала и прожилась ничего не сделали так как безматочные были безматочная семья а вот и матка наша нашел я вот она но не что но это с маком думал что матки не было да пропали но что сказать если распознать и матка получается глава тогда и есть матка раша матка этих пчел было но я вижу на их клеща много он видны крест на пчеле пола так сейчас возьму следующую детку башу с крестом он под кольца и синевая залез клест думаю камеру на фотоаппарата снимаю не видно особо вроде обрабатывал клеща хорошо по осени полосы стаев серого с крестом пошли на зиму скорее всего что их по осени значит рады ли пчелы пошли в расход или расплод растили до износились до отошли но пчел очень-очень мало как я говорю было уже что пропала осень и осенью за зиму семья пропала там было у меня пол ведра подбора а здесь поражение вот она дне тонким слоем в один слой пчела лежит и ничего не бабули за что пропала непонятно семья жалко конечно ну что мы сделаем последние два года у меня вот пропала ли семьи в том сезоне 1 и в этом получается пища не дозимовали все кто я знаю что будет сегодня пудры сахарных сделала сахарные пудры буду делать сканди то что вот что центры кадры сильная семья сильнее вот это зеленая сильнее вот это белая очень сильная семья ну и фиолетово то сильное тоже 8 там рабах на плотных вот они сидят со слитки от и пчелы надо подкормить их то что мороза передают до 25 по его страны у нас по юго-западу или севера а по северо-востоку короче не пою в этой у нас их по северо-востоку будет мороз до 25-24 градусов думаю сегодня сделать успею канди я положу этим семьям хотя бы троп и 7 этот отфель и фиолетовый зеленый салатовый что крайне видно самый центр кадра бакс вас тоже сильная семья тоже в летке сидят так скорее всего что им положу лепешка я в пакете потом этим и вот этим хотя нет зеленым этим не буду ложить что по центру кадра фиолетовым они в летке сидят эти в летке сидят тоже сильно семья и крайне баксов ты в зеленом улье ярком салатов положу им уже получится завтра положу что в синем улье и этим ну и всяким нибудь получится три лепешки сегодня сделаю положи и потом так что с нашей семейкой конечно жалко но непонятно что она пропала вовсе шел немного мед есть куда-то поделась по осени хорошего покуда я все назад закрою там уже по это приму рамки с медом эти другие улей пусты этот улей хорошо вычищу и так как он не не красит уже 7 год не красил все это туле и 7 год узел обез пчел да хорошо зачистил уже вот видно что краска облазит и хвости подходили может шурупом троху прикрыться защищу этот улей весь и покрашу в этом сезоне это уже немного позже покуда что надо заняться под кормкой пошел на машину построить потом уже почти 100 улей этот да покрашу там летом засели шел сюда новых свежих поправим шиферыны здесь у меня хорошая семья это что летом заселял я свальный рой 10 килограмм и на осенью на зиму то есть неплохо пошли сидят сильная семья здесь вот это тоже неплохая была летом и осенью но они пропали будем на этом заканчивать пойдем готовить канди если получится засниму как буду ложить всем удачи удачной зимовки хорошего выхода весной и зимы то что весной пчел пропадает короче всем удачи до свидания